Всем привет! Мы продолжаем разбирать партии шахматного рок-н-ролльщика Рихарда Раппорта и сегодня рассмотрим его встречу против китайской шахматистки Лэй Тинзэ. Данная партия была сыграна на благотворительном кубке в рамках тура чемпионов. Рихард играл белым цветом и открыл игру ходом королевской пешки. Черный отвечает симметричным Е5, белый нападает на пешку, Лэй Тинзэ защищается конем. И вот оно, любимое оружие Рихарда Раппорта, дебют Константинопольского. Белый фианкетирует слона на большую диагональ. Черный отвечает развитием коня, нападает на пешку, белый защищается продвижением Д3, следует подрыв центра путем Д5. После размена в центре доски белый заканчивает развитие королевского фланга, подготавливая рокировку в короткую сторону. Поскольку дальше будет осуществляться давление на центральную пешку Е5, то черный сразу защищает эту пешку слоном, также подготавливая рокировку. Итак, белый обеспечивает безопасность королю, черный также рокирует, следует ход ладья Е1 с нажимом на центральную пешку Е5. И Таянка дополнительно защищает атакованную пешку ладьей, ну а белый приступает к фланговому развитию чернопольного слона. Все та же идея оказания фигурного давления на центр по заветам гипермодернистов. Кроме того, фланговая пешка может дойти до поля Б5, сбивая защитника центрального пехотинца Е5. Здесь Лей сыграла слон Ж4, связывая коня. Белый продолжает ходом А3, после отступления играет Б4. Черный защищается от угрозы хода Б5, рапорт развивая чернопольного слона. И в этой ситуации необходимо было пойти конь Б6 по аналогии с сицилианской защитой, для того чтобы иметь возможность защищать центральную пешку продвижением Ф6. Также угрожает неприятный прыжок коня на А4. Но Лей Тинзе уводит коня в другую сторону, и ему здесь совершенно не место. Белый заканчивает развитие легких фигур. Черный освобождается от рентгена белопольного слона и сразу защищает пешку на поле Б7. И рапорт запускает пешку С. Подобную идею мы уже видели в его партии против Фабиано Каруаны. Опять же идея пойти С5 устраняет защитника слабой пешки Е5. Черный переводит слону на Ж6, нападая на пешку Д3. Белый защищается ферзем. Скорее всего, китаянке необходимо было пойти Б6, защищаясь от угрозы продвижения пешки С. Но вместо этого черный вскрывает центр, и это вскрытие оказывается явно на руку белым. Итак, начинаются массовые размины в центре доски. Возможно, черные хотели этими разменами подсушить позицию и причалить к ничейной гавани. Но ничего у них не выходит. Белый нападает на слона, черный предварительно меняется на поле Е1, правда белый захватывает с темпом открытую линию. Теперь после отступления слона невооруженным взглядом видна разность в активности фигур. Особенно удручающее впечатление производит ладья на поле Б8. Рапорт врывается конем на центральный плацдарм, угрожает выигрыш пешки, черные решили поменяться на Е5. Ну и два мощных слона белых испепеляет одним только взглядом весь ферзевый фланг черных. Лэй попыталась поменять чернопольных слонов, но рапорт уклоняется от данного размена. После хода слона Ф5 нападает на пешку Ф7. Ясно, что брать на Аштре плохо из-за взятия на Ф7, и дальше белый выигрывает ферзя. Поэтому черные защищают атакованную пешку ферзем и возобновляют угрозу взятия на поле Аштре. Белый продвигает пешку до Ж4, атакуя слона, черный применяет прием под названием отвлечение, отвлекая ферзя от защиты слона Д5 и опять же в попытке поменять фигуры. Ну и понятно, что Рихард не меняется, а переводит ферзя на поле Ф3, нападая на пешку Б7. И как это не печально, спасти пешку Б7 или пешку С7 у черных нет возможности. Например, если они продвигают атакованную пешку вперед, тогда белый нападает на ферзя, ферзь должен сторожить пешку С7, допустим, после отступления белый играет ладья Е8, выигрывая ферзя. Либо если ферзь куда-то убегает, тогда белый забирает на поле С7, дальше пробивает на Б6 и пешка проходит ферзи. Ну а если черный попытается защитить атакованную пешку ферзем, тогда белый нападает на слона и после отступления играет ладья Е7 с двойным ударом, черные несут материальные потери. В отчаянии китаянка сыграла А6, образуя форточку для короля, но теперь белый слон врывается в пешечную когорту, элементы которой разлетаются в разные стороны. Напоследок черные решили отдать качество, но после хода С6 признали себя побежденными, поскольку белый забирает ладью на поле Б7, получает лишнее качество, еще и проходную по линии Б. Вот такая партия на тему разности в активности фигуры. Если вам она понравилась, поддержите ролик лайком, репостом, комментарием и до следующих встреч.